В лаборатории информационных технологий УАИ прошла восьмая международная конференция распределенные вычисления и грипп-технологии в науке и образовании. Более 200 специалистов из разных стран мира обсуждали актуальные вопросы использования IT-технологий. Участники конференции представили новые результаты в этой области. Объединенный Институт ядерных исследований участвует в самых современных проектах, связанных с развитием компьютинга, с такими технологиями, как Big Data, аналитика больших данных и другими. Поэтому конференция в Дубне пользуется неизменной популярностью. Она объединяет специалистов из УАИ, ЦЕРНА, Германии, Франции, США, Италии и стран-участниц УАИ, таких как Беларусь, Грузия и Молдова. Большая делегация приезжала из Китая. Я занимаюсь подготовкой компьютерного обеспечения для эксперимента. Мой доклад о новых решениях для выполнения этой задачи. Наш компьютерный центр уже не в состоянии справиться с огромной нагрузкой при хранении экспериментальных данных. Поэтому нам нужно искать новые решения для улучшения нашей работы. В моем докладе я говорила о способах решения таких вопросов, о разработках новых технологий, а также о том, как мы обеспечиваем анализ данных для заинтересованных ученых. Мы сотрудничаем с Объединенным институтом ядерных исследований в сетевом моделировании. У нас тесные связи с коллегами из УАИ и мы надеемся, что будем продолжать наше сотрудничество и дальше. В рамках конференции была организована школа «Научные вычисления, анализ больших данных и технологии машинного обучения» для мега-сайенс-проектов. Таким образом, студенты, аспиранты и молодые ученые привлекаются к решениям IT-задач, существующих в проектах класса мега-сайенс в области физики высоких энергий. Более 40 студентов познакомились с высокопроизводительными вычислительными системами. Последние 2-3 года очень активно развивается такое направление, как машин-леонинг, машинное обучение, аналитика больших данных, интеграция, grid, cloud, HPC для создания крупных инфраструктур, как для поддержки мега-проектов крупных мега-проектов, так же и для цифровой экономики и так далее. Поэтому вот эти все темы будут широко представлены на нашей конференции. У нас 11 или 12 компаний-спонсоров нашей конференции. Это значит те, с которыми мы активно работаем. Это и компания IBS Platformix, Intel, NVIDIA, Niagara Computers, Softline и многие другие. Специалисты корпорации Intel и группы компаний RSK – это ведущий российский разработчик инновационных решений для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных – участвовали в реализации проекта по созданию суперкомпьютера ОИЯИ. Суперкомпьютер Говорон был запущен в лаборатории информационных технологий в марте 2018 года с производительностью 1Petaflops. Самые последние достижения компьютерной техники, процессорной техники воплощены в суперкомпьютере. Это системы, базирующиеся на процессорах нового поколения – самые быстрые твердотельные диски. Все эти решения связывают серверы в единую быструю сеть и делают их суперкомпьютером, где генерируется огромный объем данных. Мы прошли большой путь для работы с пользователями, с пакетами, для того, чтобы он эффективно использовался. Сделали очень хорошие средства мониторинга, аккаунтинга, наблюдения за всей нашей инфраструктурой. И уже у нас появились много хороших пользователей, которые в первую очередь это лаборатория теоретической физики Боголюбова и те, кто занимается компьютерным для НИКа. Сейчас мы также и у нас пользователи начинают появляться в других организациях других стран, поэтому он набирает свои обороты. О мониторинге и оптимизации распределенных вычислительных систем говорили на конференции. Касательно суперкомпьютера Говорун, сейчас нами развернут дополнительный сервер, который будет обеспечивать мониторинг железной части суперкомпьютера Говорун. Собираются данные, то есть какие параметры нужно отслеживать, какое оборудование. Вот эти все вопросы сейчас в активном обсуждении и я думаю уже в течение этого года уже большая часть оборудования будет соответственно уже отслеживаться и мониториться в полном объеме. Я соответственно буду рассказывать про систему мониторинга Центрального информационного вычислительного комплекса, о оценке производительности кластерного подхода применимо к системе мониторинга. Дело в том, что с течением времени в нашем вычислительном комплексе набиралось большое количество оборудования и когда этого оборудования стало соответственно очень много, то потребовалось отслеживать все его характеристики, все параметры, чтобы не произошел не дай бог сбой или какой-то другой отказ. В этом деле хорошо помогают системы мониторинга. Они позволяют делать оценку состояния всего оборудования и своевременно реагировать на отказ. Сначала нами был выбран в качестве такой системы мониторинга, система мониторинга, базирующаяся на Нагиосе. Но так как его количество оборудования увеличивалось со временем, соответственно, производительности этой системы мониторинга уже было, ну ее не хватало, потому что оборудования было много и нагрузка на центральный процессор возрастала. Соответственно, мной была выдвинута идея, чтобы применять для мониторинга не единственный сервер, а несколько серверов. Таким образом, чтобы можно было распределить нагрузку на несколько серверов и, соответственно, снизить нагрузку на центральный сервер. Соответственно, применение данного подхода я буду освещать в своем докладе. И я надеюсь, что мой опыт будет полезен другим участникам конференции. На базе Центрального информационно-вычислительного комплекса ОИЯ были созданы грид-центры уровней ТИР-1 и ТИР-2 для эксперимента СМС на Большом адронном коллайдере. Грид-центры используются как часть глобальной системы хранения и обработки экспериментальных данных и данных моделирования событий, поступающих из ЦЕРНа. ТИР-2 и ТИР-1 в ОИЯ достаточно сильно развиваются. То есть у нас постоянно приобретается новое оборудование. У нас используются как дисковые сервера, так и сервероохранение данных. Эта конференция очень важна для того, чтобы организовать людей, занимающихся компьютингом. А это одна из главных сейчас возможностей правильно обрабатывать данные физического эксперимента и обмениваться с другими центрами всеми новыми идеями с помощью компьютерных сетей. Меня здесь привлекают не только вопросы обработки, хотя в последнее время они стали особенно активными и интересными благодаря появлению так называемых глубоких нейронных сетей, которые мы используем для того, чтобы находить треки элементарных частиц. На этой конференции у меня в соавторстве получилось 4 доклада плюс лекции на школе для молодых ученых как раз вот по поводу нейронных сетей, глубоких нейронных сетей. Грид-технология – это одна из технологий распределенных вычислений, не параллельных. То есть получается, что для физики высокей энергии, особенно, говорит, технология – наиболее эффективное средство, потому что суперкомпьютеры, как правило, в физике высоких энергий раньше применялись очень редко. Но сейчас начинаются тенденции, когда и суперкомпьютерные технологии тоже стали активно использоваться, в том числе и в физике высоких энергий. И вот этот гибрид или эта интеграция грид-клауд и суперкомпьютер, она дает очень большие результаты для того, чтобы использовать уже объединенную глобальную инфраструктуру для мегапроектов, таких как LHC, Большой Дрон и Коллайдер, как НИК, как ПИК, и СКИ и многие другие проекты, которые в мире развиваются. Эта конференция всегда дает дополнительный импульс развития наших связей, привлекает наших потенциальных партнеров для работы в ОИА и, в первую очередь, конечно, творческую молодежь, студентов, которые рвутся теперь к нам приезжать, рвутся к нам на практику. На конференции рассматривались новые технологии распределенных вычислительных систем, их применение в науке, производстве, образовании, устанавливались контакты для будущего плодотворного сотрудничества специалистов разных стран мира в области грипп-технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова